Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Детектив Игорь Лукин возвращался от клиента. По дороге в офис он решил подвезти девушку, голосовавшую на дороге. Папа, наконец-то я до тебя дозвонилась. Я приехала. А почему ты меня не встретил? А что, что такое? Ты опять заболел? Что случилось? Это ее вина. Ну, конечно, конечно, она ни при чем, я знаю. Какой же ты наивный, папа. Нет, ее я видеть не хочу. Нет, сегодня останусь у друзей. Все, вечером приеду. Пока. Извините, у меня проблемы. Ну, точнее, у моего отца. Эта авантюристка его в кроп загонит. Это вы о ком? Да, молодой жене моего отца. Инна. Приехала невесть откуда. Охмурила папу да так, что он еще на ней женился. А ему 59 лет. Ну, для мужчин это не возраст. Что, у них большая разница? Ей 23 года. Она младше, чем я. Мой отец, он профессор, ученый. Она его студентка. Ну, правда, сейчас непонятно, кто там кого, чему учат. Скорее всего, она его, конечно. Мне понятен ваш сарказм, но... А вдруг это любовь? Ведь любви все возрасты покорны. Смешите меня, любовь. Что я не знаю. Ей квартира нужна, а не папа. Ну, ладно, мы уже приехали. Ну, насчет ваших подозрений относительно жены вашего отца. Ну, это все легко, можно будет проверить при желании. Вот вам моя визиточка. Если что, обращайтесь. На следующий день девушка пришла в офис Лукина. Вероника Титова рассказала детективам о своих подозрениях в отношении молодой жены отца Инны Черновой. Папа женился три месяца назад. Я даже не пришла на церемонию бракосочетания, потому что когда отец мне рассказал об этой девице, мне просто дурно стало. Ведь он так любил маму. Вероника, я должен тебе сказать очень важную вещь. Дело в том, что скоро у меня произойдут очень серьезные перемены в жизни. И я очень хочу, чтобы ты была готова к этому. У меня появилась женщина. Так. Кто она такая? Ну, Инна, студентка. Пап, ты в своем уме? Я знаю, что ты обо мне думаешь. Ну, ты пойми, маме уже пять лет нет. И я, да, от одиночества уже озверел, в конце концов. Не обижайся. Мы любим друг друга. И у нас скоро свадьба. Отец совершенно потерял голову. Он возомнил себя ее покровителем, защитником. Я пыталась с ним разговаривать. Пыталась разговаривать жестко, пыталась разговаривать спокойно, бесполезно. Я разговаривала с ней, молчит, глазами хлопает. Вероника, а может, это обыкновенная ревность, а? Дело в том, что у меня очень развита интуиция. Я уверена, что Инна вышла замуж за папу только для того, чтобы получить его наследство. И, понимаете, после свадьбы отец постоянно болеет. Он себя плохо чувствует. Хотя раньше он никогда на здоровье не жаловался. Ну, ведь вы же сами говорите, что пять лет он жил один, правильно? Но сейчас у него молодая жена, как говорится, тратит много сил. Ну, вполне возможно, проблема в этом. Я понимаю, о чем вы говорите, но это не так. Отец полгода до свадьбы жил с ней и чувствовал себя великолепно, даже помолодел. Но после того, как она к нему переехала, начались головные боли, головокружение, постоянное недомогание. А врачи что говорят? Да, в том-то и дело, что отец не обращается к официальной медицине. Он предпочитает народные средства. А это и рада стараться. Она натащила в дом каких-то трав, варит какие-то отвары постоянно. Ведьма. Вы считаете, что она... Да, я уверена, что она просто мечтает стать молодой и богатой вдовой. Я боюсь за папу, и я прошу вас, помогите мне вывезти ее на чистую воду, пока это не поздно. Да, обвинение серьезное. Хорошо. Хорошо. Мы постараемся узнать как можно больше о вашей, так сказать, мачехе, но и о ее планах относительно вашего отца. По поручению детектива, его помощники уже второй день вели наблюдение за женой профессора Бестерева. Я, конечно, не психолог, но не похожа она на расчетливую девицу. Просто скромница. В любом случае, если она вышла замуж по расчету, то рано или поздно, какие-то поступки ее выдадут. Стой. В аптеку пошла запасаться лекарствами для своего пожилого мужа. Пойдем посмотрим, что она там купит. Тем временем Игорь Петрович под видом давнего приятеля Вероники решил познакомиться с ее отцом, профессором Николаем Ивановичем Пестеревым. Игорь Петрович мой старый знакомый, бывший милиционер и очень опытный юрист. Поэтому, если у тебя будут какие-то проблемы, ты можешь всегда обращаться. Да, и мне будет спокойнее. А где же наша юная жена? Инна пошла в аптеку. Вероника, что у тебя за тон постоянный такой? Похоже, дочь не одобряет мой брак. Считает, что Инна слишком молода для меня. Может, просто ревнует. Женщина нас не понять. Ведь я прекрасно понимаю, что для мужчины молодая женщина – это как второе дыхание. О, присаживайтесь. Благодарю. Пожалуйста, подайте мне подушечку. Вот это? Да, да. Шейный хондроз замучил. Да, да, Вероника говорила, что у вас проблемы со здоровьем, а раньше вроде бы все было нормально. Ну, понимаете, невралгия – да, ерунда. Мигрень, она же не лечится. Ну, жить можно счастливо и долго. Да, особенно, когда есть кому за вами ухаживать. Вот, да. Инна Кудесница. У нее же бабка-то была, знахарка, всему научила. Она мне такой эликсир приготовила от головной боли. Как рукой все снимает. Помощники детектива продолжали наблюдение за Инной. Будьте добры мне, пожалуйста, вот эти травы. Ну, надо же. Здесь целый гербарий, сейчас посмотрю. К детективам обратилась Вероника, дочь профессора Николая Пестерева. Николай Иванович недавно женился на своей студентке Инне Черновой. И дочь уверена, что единственное желание жены отца – поскорее стать молодой вдовой. Помощники детектива несколько дней наблюдают за Инной, однако ни в ее действиях, ни в самодельных бальзамах, которыми она лечит мужа, ничего опасного не обнаруживают. Дело закрывается, однако через две недели профессор Пестерев умирает. Еще рано делать какие-то выводы. Экспертиза еще не готова, у них там полно работы. У нас нет никаких оснований подозревать Инну в причастности к смерти отца. Ну, вы поймите, надо подождать, подождать результатов экспертизы. Мне ваша экспертиза не нужна, я и так знаю, что это она убила. Подсыпала чего-нибудь ему. А милиция все равно. Они говорят, что он умер от естественных причин, а я что, не знаю от чего? Да при чем здесь милиция, Вероника? Ну, если что-то криминальное всплывет, они подключатся. Нет, ну, по-любому. Надо дождаться результатов экспертизы. Да я не верю в вашу экспертизу. Я отвезу тело отца в Питер к профессионалам и докажу всем, в том числе и вам, что эта тварь убила отца. Вероника, никуда тело отца везти не надо. Мы во всем разберемся здесь. Надо только немножко подождать. Я вам обещаю, я постараюсь ускорить экспертизу. Вы мне только одно обещайте. Что ничего не будете предпринимать в отношении Инны. На следующий день детектив добился, чтобы тело профессора Пестерева было тщательно обследовано судмедэкспертами. Признаюсь, честно, никогда такого не видел. В тканях погибшего просто немыслимое количество ртути. Она везде. И в легких, и в почках, и в печени, и в мозге. Ртуть? Ну, как она туда попала? Хороший вопрос. Скорее всего, он дошел с парами в ртути. Понятно. Спасибо. Да, пожалуйста. Значит, все-таки подравление. Лукин решил пока не сообщать Веронике выводы судмедэкспертизы. Длительный, кропотливый. Так что надо набраться терпения. Вывод, что, Вероника, самое главное, не забывайте о своем обещании. Инну не трогать. Все. Боитесь, что Вероника наделает глупостей? А то. Тем более, если узнает про ртуть. Мне вот что интересует, коллеги. Где Чернова могла взять такое количество ртути, а? Вот вы за ней следили. Где она бывала? Она в аптеку часто ходила. Вот. Отправляйтесь в аптеку, поговорите с провизором. Может, на них постоянно градусники покупала. А я на квартиру профессора постараюсь хоть какие-то улики найти. Инна, понимаете, я пришел по просьбе Вероники, но она сама не может, сами понимаете. Она просила собрать вещи отца. Пожалуйста, а зачем ей это? Ну, на память, понимаете. Ну, это, конечно, я не унесу. Ну, последнее хоть что он держал в руках, понимаете. Ну, Вероника очень просила. Хорошо. Я на кухню в водичке ухлебнусь. Пожалуйста, проходите. Тем временем помощники детектива опрашивали провизора аптеки, где часто бывала Чернова. Да, вы знаете, она мне знакома, она часто у нас бывает. Она покупает не обычные лекарства, а всякие травы покупает. Так, а градусники она у вас покупала? Сейчас вспомню. Градусники. Да, да, покупала. Совсем недавно. Совсем недавно. Много? Нет, один. А больше никто и не продаст. Неполучно. Ну, да, спасибо. Вы нам очень помогли. Спасибо. Вот тут кое-какие вещи. Вот любимая кружка его. Блокнот с записями, ручки. Он до последнего дня пытался работать. Извините. Да, да, я. Лукино показалось подозрительным, что Инна не включила в перечень предметов, которыми пользовался профессор, его любимую подушку-дунку. И детектив забрал на всякий случай и ее тоже. Детектив поручил своим помощникам провести экспертизу мусора и предметов быта, которые он взял в квартире Пестерева. В общем, ни на посудине, ни в мусоре мы следов в ртуке не нашли, зато вот эта подушка буквально и пропитана. Да, это что же выходит. Пестерев жаловался на шейный остеохондроз и постоянно подкладывал эту подушку под голову. Ладно. Здравствуйте. Игорь Петрович, я к вам. А я как раз вот вам звонить собирался. Проходите, Вероника, проходите. Простите меня за назойливость. Я просто хотела узнать, есть ли какие-нибудь новости. Да, есть кое-какие результаты. Вероника, мне нужна ваша помощь. Мне нужно попасть в квартиру вашего отца, но так, чтобы Инна не была дома. В чем проблема? У меня есть ключи. Замечательно. Так значит, все-таки она, да? А я ведь так и говорила. Вероника, пока у меня не будет подтверждений моих предположений, я вас очень прошу никаких мер не предпринимать. Лукин дожидался, когда Инна выйдет из дома, чтобы в ее отсутствие попытаться найти доказательства того, что это именно она добавила ртуть в любимую подушку профессора. Первым делом детектив обследовал кухню Пестерева. Похоже, ртуть. Так вот оно, недостающее звено. Алло, Вань, давай срочно на квартиру профессора. А что вы так испугались? Что случилось? Как вы сюда попали? Да элементарно я сюда попал. Вот ключи Вероника мне дала. Но вы правы, пришел я сюда не просто так. Дело в том, что экспертиза показала. В подушечке, ну в думке. Ту, которую вы подарили мужу Николаю Ивановичу огромное количество ртути. Как она там оказалась? Я ее понятия не имею. О чем вы? Да подушечку эту вы собственноручно подарили мужу. Вот эта самая ртуть. Где вы ее купили? Тор, что вы говорите? Не понимаю вас. Это не вздор. И вы меня извините, Инна, но я просто обязан вас доставить в отделение. Да вы сумасшедшая. Оставьте меня в покое. Я сейчас сама вызову милицию, слышите? Пойдемте. Пойдемте. Пойдем. Лукин доставил Инну в отделение милиции. Туда же он отвез пузырек с ртутью, найденный в квартире Пестерева. Дело можно было считать закрытым. Но уже на следующий день в кабинете детектива вновь появилась Вероника. Вот это нечто из области невероятного. Проходите, Вероника. Что произошло? Дело в том, что я убиралась в квартире у отца и нашла вот это. Читайте. Я Пестеров Николай Иванович. Завещаю движимое и недвижимое Пестереву Антону Николаевичу. Это его сын от первого брака. Я не понял, а он-то здесь каким боком? Вот в этом бы я и хотела разобраться. Я же помню, неудавшийся актер. Я видел его у Николая Ивановича. Он как раз приходил денег клянчить. Вот именно. Ведь он даже на хронах у отца не был. Скажите, Вероника, а когда его последний раз вы видели? Тогда же, когда и вы. Вот как. Вот что, ребята. Узнайте-ка мне про этого Антона Николаевича все. Найдите мне его. Насколько я помню, Николай Иванович упоминал, что он служил в драматическом театре. Так что отправляйтесь туда, поговорите с труппой. В контакт войдите. Только аккуратно. Надо бы узнать, где он сейчас находится. Если он что-то почувствует, заподозрит, если он действительно причастен к этому делу, может затаиться. Так что работать надо тонко. В просьбе дочери профессора Николая Пестерева, Вероники, детективы расследуют обстоятельства его смерти. Вероника уверена, что отца отравила ртутью его молодая жена Инна, чтобы стать богатой наследницей. Однако вскоре выясняется, что все свое состояние профессор завещал сыну от первого брака. Помощники детектива приехали в театр, где когда-то работал Антон Пестерев, сын профессора от первого брака. Может, какие-то друзья, коллеги остались, с кем можно было бы поговорить? Антон? Так он сейчас здесь работает. Он с друзьями премьеру отмечает. А, спасибо. Тем временем детектив добился встречи с Инной Черновой. Инна, понимаете, в деле появились новые обстоятельства, поэтому я вас прошу, ответьте на несколько вопросов. Вам что-то не ясно, но вы же сами мне так хорошо вчера все объяснили про мотив, про улики. Большое вам спасибо. Ну, я понимаю ваше состояние. И вы обижаетесь на меня, да? За то, что я вчера подозревал вас в убийстве. Но если я в чем-то и был вчера, не прав, обвиняю вас, то сейчас хочу это исправить. И вы мне должны помочь, а? Помогите мне. Вы знаете, что ваш муж написал завещание и все свое имущество отписал своему сыну от первого брака Антону? Все-таки написал. Надо же, а мне ничего не сказал. Бедный мой Коля, несчастный. Знаете, в последние дни у него совсем за головой было плохого. Только вы все равно не поверите мне. Инна, я прошу, вы расскажите мне все, что произошло. Это важно. Ну, к Николаю Ивановичу по ночам стала приходить Валентина, его покойная жена. Не только приходить, но и подолгу разговаривать с ним. Вы извините, мы Антона Пестерова ищем, не знаете, где он? Это я. А вы, собственно, кто? Мы из одной телекомпании. Мы хотели предложить вам сняться в одном из наших рекламных роликов. Антон, ты здесь какими-то судьбами. Ну-ка, пойдем. Пойдем-ка поговорим. Пойдем, пойдем. А может, у Николая Ивановича, как говорится, галлюцинации носились, ну, на фоне отравления ртутью? Он не рассказывал, о чем с женой беседовал? Рассказывал. Она просила, чтобы Коля оформил все движимое и недвижимое имущество на Антона. Якобы она чувствует свою вину перед Антоном, потому что он из-за нее рос без отца. Чушь какая-то. А вы где были в это время? Не знаю, совпадение ли, но именно в те три дня, когда жена приходила к Коле, я уезжала в Первомайск на похороны бабушки. Чушь какая-то. Скажите, Инна, а у Антона ключи от вашей квартиры были? Точно не знаю. Возможно, и были. Ведь он сын Николая Ивановича. Простите, голова кружится. Неожиданно Инне стало плохо. Она была госпитализирована с диагнозом отравления. Анализы показали, что в организме Черновой также присутствует Артутьева. Любовь моя, я все помню. Подожди еще немножко. Я все отдам. Мне нет смысла тебя обманывать. Сколько, скажи, сколько еще ждать? Я все для тебя сделала. Фактически в кредит. Мне что тебе, проценты начислять? Проценты. Проценты. Я все тебе отдам с процентами. А теперь пойдем лучше выпьем за премьеру. Ну, как успехи? Антону, к сожалению, поговорить не удалось. Мы пока придумывали, как пробраться на вечеринку по случаю премьеры. Он напился и уснул на диване. Зато у нас есть его отпечатки. Отпечатки – это хорошо. Только что нам с ними делать? Забыл вам сказать. Чернову в больнице. Артутное отравление. А, отравление? Ну, значит, она никак не могла знать про Артуть в подушке, раз сама отравилась. Вот именно. И завещание это на Антона, которое всех сильно удивило. Да еще эти галлюцинации. Думаете, Антон у белорца подставил имену? Именно так я и думаю. Но доказать не можем. Вот тут Антон еще до того, как напился и уснул, разговаривал с одной актрисой. Интересный разговор. Он и денег должен. У меня нет смысла тебя обманывать. Сколько, скажи, сколько еще ждать? Я все для тебя сделала. Игорь Петрович решил сам встретиться с актрисой, которой задолжал Антон, чтобы проверить свою догадку. Хорошо. Я все об этом под лицей расскажу. Все равно деньги он мне не отдаст. Это я уже поняла. А вы что же, Антону денег займы давали? Я похожа на дуру. Конечно, нет. Просто Антон попросил меня об одном одолжении. уговорил за сто тысяч рублей сыграть его умершую мачеху. Так, очень интересно. Пожалуйста, с этого места поподробнее. Петровна, заплачу по-царски. Выручай. Иначе в своей малолетке не х**, как сын. Ты-то сам уверен хотя бы, что я похожа на твою мачеху. Одно лицо. Отец обалдает, когда увидит тебя в образе покойницы. А вот и ныне там. Скажите, а Пестер и старший на ваши визиты как реагировал? Вначале, в первый раз, он как будто бы даже испугался. А потом, мне кажется, даже радовался моему приходу. и все спрашивал, как там. Коля, это наш последний шанс. Мы Антона и так в жизни обидели. У него ничего нет. Перепиши завещание. Иначе мы будем гореть в аду. А в квартиру как попадали? Антон не открывал. Я надеюсь, вы понимаете, что вам придется все это повторить в суде. Ведь вы тоже причастны к этому мошенничеству. Да, да, Господи. Господи, прости, моя душа грешная. Сама не знаю, как я в это ввязалась. Антон Пестерев был задержан по подозрению в мошенничестве и убийстве. На следующий день он был вызван на допрос и почти сразу стал давать признательные показания. Чтобы меня понять, нужно знать историю отца и моей мамы. Он нас бросил, когда мне было 5 лет. Я оставил без средств. На ней элементы, если ты не разгуляешься. А он ни копейки сверху не давал. Это все вода. Вы скажите, зачем вы хотели подставить Инну? Какая разница? Инна, Зина, Ира. Мой отец любил молоденьких студенток. А здесь, походу, совсем крыша съехала. Типа, влюбился. Я поначалу ржал, а потом зло взяло. Мы с матерью живем в однокомнатной хрущобе. А тут ни с того, ни с сего какой-то малолетке вся журплощадь достанется. И вы решили таким вот образом повлиять на эту ситуацию, да? Естественно. У меня были ключи от квартиры. благо батя мне доверял. И я поразмыслил. А что если, в общем, как-то отец прихворнул? Я понял. А девочка-то попала. И к тому же двух зайцев убить можно. Да у вас просто криминальное мышление. Не знаю. Но меня очень злило, когда эта пташка порхала перед отцом. А этот тоже хорош. Дурак старый. Иночка, солнышко, ну все в помощи. Вы же этой подутанешь. Подушечки-то смотреть противно. Именно поэтому вы добавили ртуть в подушку, которой отец часто пользовался. Но отец с ней не расставался. Видите ли, эта Иночка сама вышивала. Вот я и поколдовал немножко. Вел ртуть с помощью шприца. И, Вить, не подкопаешься? Да. А если бы не эта тварь Купоросова, вы бы меня не достали. Не спорю. Может и не достали бы. Мне только одно непонятно. Как же вы решились на убийство? На убийство отца. Я не хотел его убивать. Честно говоря, я даже удивился, когда папашка так быстро ласты склеил. Он в жизни был крепкий мужик. Я хотел всего лишь подставить эту курицу. И у меня почти получилось. Ну да. Не собирались. А трюк спокойный мачеха зачем придумали? Ну, это уже было потом, когда стало понятно, что отец не жилец. Да, я не хотел, чтобы все досталось его так называемой жене. В конце концов, я тоже имею право на наследство. Я его сын. Как поздно мы об этом вспомнили. Антона Пестерева приговорили к 7 годам лишения свободы. С сына Черновой были сняты все обвинения. Инна и Вера Редактор субтитров. Анастасия